Ну что, дорогие друзья, с добрым утром, говорим мы вам, Марина Геств, Степана Реев, программа «Наше утро», Медиахолдинг ОТВ. Здравствуйте! Да, тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. День холодца. И вот тему холодца я предлагаю продолжить в студии. У нас в гостях Наталья Яковлева, специалист традиционной русской кухни. Естественно, она пришла не с пустыми руками, что нас просто несказанно радует. Ну, нас не радует то, что нам вилок не дали. Холодец на столе есть, но нам вилок не дали. Ну, когда у вас будет реклама, мы, надеюсь, с Мариной покушаем холодец. Наташа, доброе утро! Доброе утро! Ну вот расскажите, сегодня такой замечательный праздник, день холодца. А вот что такое холодец? Откуда пошло название вот этого русского блюда, которое готовится... Русское? Русское же блюдо. Да, это русское блюдо. Его готовили хозяйки по осени, когда по первому снегу прибирали скотину. И, соответственно, в закрома шло мясо, и вываривали холодцы, студень. Холодец и студень, это, в общем-то, одно и то же блюдо, только от Уральского хребта в сторону Москвы это холодец, а от Уральского хребта Сибирь это будет студень. А, ну просто разошло, да, что называется? Да, да. То есть изначально готовили вываристые супа, наваристые, желейные, густые. И хозяйки обратили внимание, что они... Застывают. По холоду, да, застывают. И стали готовить холодец. Его готовили в больших берестяных, деревянные, такие катки выливали и морозили кругами. То есть очень удобно было вообще храниться долго, в путь, в дорогу, когда там зимняя заготовка дров. То есть такое деревенское хорошее блюдо. А вот сейчас, извините, что перебил, да вот сейчас как бы холодец с хреном. Мне кажется, все люди делятся на две категории, которые едят холодец с хреном и холодец с горчицей. Вот как вы по этому поводу? Ну, в добавки всегда шли, то есть пекли ржанки, к холодцу вообще зимние лепешки, такие ржаные, подавали к холодцу, к наваристым супам, и, соответственно, к ним шли приправы, а приправы какие были на Руси? Это горчица, она растет в огороде, хрен, который растет в огороде, соленья, чесночок, соленые огурцы. Вот, кстати, Наталья, скажите, сколько вообще примерно рецептов холодца существует? И по какому вы готовите? Вы знаете, одна деревня будет, и в каждой избе свой рецепт. Да, это от пристрастий семьи, то есть какие вкусовые предпочтения у членов семьи. Кто-то любил, продолжает любить там холодец из говядины, кто-то сборный, что и свинины, свиные ножки, и ножки говяжьи, и курицу, и корень языка. То есть это очень такой наваристый, мной любимый и многими любимый холодец, то есть сборный. И вот это блюдо готовили по первому снегу, по первому холоду. А вот холодец полезен или нет? Если да, чем он полезен? Ну, во-первых, холодец – это желеобразные вещества, то есть которые в лытках, в копытцах, в ножках, в суставах. И когда человек кушает, у него суставы гибкие. То есть это очень полезно для спортсменов, для людей, которые ведут активный образ жизни. Для пожилых людей. То есть это крепкие суставы. Мне нужны крепкие суставы. Нет, я помню, у меня родители готовили холодец, вот когда мы курей забивали, вот из лапок курицу утят. Да, 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 да. Вот это все как-то туда шло, я помню, что мы с этим играли. В сборной шли петушки, потому что они более жилистые, там за лето побегали. У них очень много в лапках желеобразных вот суставах, коленках желеобразного вещества, которые… То есть в холодец желатин не добавляют. То есть это уже пошли заливной, это уже немножко другие блюда. А холодец, это вот он должен встать благодаря жилиобразным веществам. По полуфилуатуре продукта. Да, конечно. А вот как можно, допустим, украсить холодец? Или с чем его лучше подавать? Вот я смотрю, у вас прям очень так красиво все, так аккуратненько. Я стараюсь не смотреть на ваш холодец, потому что… Соленое не дали вилку. Самое-то соленье, это сейчас квашеная капуста пошла. Вообще блюда первозимки, они очень богатые, потому что закрома полные. Капусту только заквасили, она еще сочная, хрустящая. Грибы, еще соленье, то есть всего достаточно в досталь. И зимний стол, он всегда богат. Типа начало зимы. Да, начало зимы. Знаете, друзья, уважаемые наши зрители, вы знаете, что мы работаем для вас только в прямом эфире. У нас всегда на интервью не больше пяти минут. Эти пять минут прошли, но холодец стоит здесь. А холодец с нами же остается? Да, я просто сейчас хочу сказать большое спасибо Наталье, потому что я хочу попробовать данный холодец. В эфире нам этого делать нельзя, но вот пока будет реклама, мы с Мариной с удовольствием это сделаем. Простите нас, пожалуйста. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в студии была Наталья Яковлева, специалист традиционной русской кухни. Ну а что же, как готовить холодец с холцом мы разобрались, а вот что делать, если возиться с блюдом сильно не хочется? Наверное, его нужно купить, и это правильно. Однако, как выбрать самый вкусный, свежий и качественный холодец, мы расскажем далее.